Начался строительный день рано утром у здания новой школы. Общая площадь объекта около 13 тысяч квадратных метров. На данный момент уже возведены три этажа, входная группа, лестничные конструкции и установлены оконные блоки. В настоящее время ведется монтаж внутренних инженерных систем, начаты отделочные работы. В принципе, по графику, как я и сказал, школа до 1 августа будет в экспонат. Наружные сети сейчас вычисли. Чуть пораньше еще, если можно. До первого. Чуть пораньше. До первого августа, да. Это тот директивный срок, который стоит для подрядчика. А у нас по госпрограмме школа. 1 сентября дети должны пойти. Уже закончены монолитные и кровельные работы. Смонтирована система теплоснабжения. Некоторые помещения отапливаются. В новой школе разместят 42 учебных класса по 25 человек. Здесь будет два спортивных зала. Пищевой блок с обеденным залом на 400 посадочных мест. Сейчас в настоящее время по Московской области строится три. Таких подобных школы для компании ПИК выполняется по своим стандартам, по дизайнерским решениям. Группа компании ПИК участвует в отделочных работах и в дизайнерских решениях по этой школе. Новое учебное заведение рассчитано на 1050 учеников. В 15 и 16 микрорайонах группа компании ПИК построила уже две школы – номер 31 и 32. Готовность хорошая. С учетом того, что в запасе практически еще у нас 8 месяцев, то готовность хорошая. И объемы работ, которые выполняют, они позволяют надеяться на выполнение поставленного работы в срок. Тут порядка 250 рабочих работает. Но и работы ведутся аккуратно. В общем-то, объект. Все на объекте организовано правильно. Жители очень беспокоятся, что в сентябре будет ли он сдан. Но есть уверенность, что он будет сдан. Мы сейчас будем внимательно отслеживать все этапы строительства этой школы. С точки зрения дальнейших отделочных работ и формирования пространства вокруг школы, имеется в виду спортивных площадок. Поэтому все будет сделано вовремя. Строящемуся общеобразовательному учебному заведению будет присвоен номер 34. Другие вопросы, значащиеся в плане строительного дня, были рассмотрены в зале заседания администрации округа. Так, члены рабочей группы обсудили план мероприятия на 2018 год по строительству архитектурно-художественной подсветки. Основная задача – принять участие в областной программе «Светлый город». Тем самым выполнить работы по организации подсветки основных достопримечательностей округа. Чтобы обидно не было, надо и в Марфин, и в Пирогово. Да, вот мне тоже кажется, хочется. И здесь вот. Мы, кище, если мы памятник вечной огонь, и храм – это в Вечном. В ходе обсуждения принято решение разработать проекты на устройство подсветки храма Рождества Христова, Дворца культуры Марфина, Дома культуры Подмосковья и памятника Вечный огонь. В ходе строительного дня были рассмотрены вопросы, связанные с реализацией государственной программы по капитальному ремонту объектов здравоохранения. В 2017 году выполнен ремонт в пяти учреждениях здравоохранения на восьми объектах на общую сумму 142 миллиона. Мытищинская городская клиническая больница, в том числе роддом на сумму 78 миллионов в 30 тысяч. Городская клиническая больница, сосудистый центр, подготовка помещения к установке ангиографа и установка ангиографа. Ремонт завершен, аппарат установлен, сейчас идет подготовка разрешительной документации для начала эксплуатации. В программу попали многие лечебные учреждения. Первая и третья детские поликлиники, педиатрическое отделение в поселке Поведники. Сейчас решаются вопросы по женской консультации «Фиалка» и взрослой поликлиники номер один. Увы, эти объекты относятся к категории проблемных. Виктор Сергеевич, поликлиника не работает, это и беда, что мы лишились жизни необходимого для жителей объекта. А куда сложили? Часть мы отправили на Попова, переформировали отделение профилактики, закрыли фактически его и там организовали прием. И на Олимпийском, на офисе врача общей практики, а врачи-специалисты КДЦ принимают у себя, они в основном все специалисты стационара, поэтому принимают у себя в стационаре. Также в ходе заседания были рассмотрены такие вопросы, как устройство автомобильной парковки на улице Коминтерна, вблизи строящегося жилого дома ЖСК Мытища, а также снос торговых объектов на станции Тайнинская. Алла Сталаева, Олег Степанов, информационная программа «День».